Приветствую вас. Моя идея будет в том, что, ну, с одной стороны, ваши отношения основываются на чем-то вроде жалости к мужчине. Надо сказать, что данное чувство далеко не самое лучшее подспорье для построения отношений в принципе. То есть, если вам его жалко, вы отрицаете его ответственность, ну, за, условно, ту жизнь, которую человек хотел, вот, вы, как бы, отрицаете это, вы забираете, условно говоря, это у него и в общем и целом, как бы, если, ну, если вы сами, как бы, эту ответственность в нем не поддерживаете, то почему, грубо говоря, это должен делать он, да? То есть, вот, ну, ну, как бы, такой момент здесь, он, как мне кажется, достаточно важный. Это первое. То есть, первое, это жалость. Именно жалость. Ощущение, что вот анжелодак, что вы отрицаете его, ну, его выбор, жить так, как он живет. Собственно, связано это может быть только с тем, что, вероятно, как-то вот то же самое вы делали по отношению к себе. То есть, связано это может быть с тем, что вы и по отношению к себе в какой степени, может быть, отрицаете выбор, свой выбор, выбор вашей жизни, вот, того, как вы живете и прочее. Прочее. Понимаете, да? То есть, если мне кого-то слегкачалка, то, скорее всего, мне жалко самого себя, вот, но себя жалеть я запрещаю, вот, себе в этот конфликт внутренний уходить я запрещаю, вот, по разным причинам. Например, ну, например, в вашем случае, этой причиной может быть ребенок, допустим. Вот. То есть, вы можете не уходить в конфликт, ну, допустим, за ребенка, например. Ну, другое дело, что именно вот внутренний конфликт, да, ваш, это, ну, не решает, потому что все равно выходит, выходит так, что выбор вы отрицаете, человек. Обычно выходит так, что выбор вы отрицаете. То есть, ну, все равно выходит так, да, что вот вам жалко человека. Понимаете? Какая штука. Вот. Следующий момент, момент, это момент того, что вы ведете себя с ним, как мама. То есть, вы не его женщина, вы не ведете себя с ним, как женщина, вы ведете себя с ним, как мама. Мы его обеспечиваете, вы, как бы, ну, вы демонстрируете какой-то вот, ну, я, ну, я, знаете как, я вот мог бы сказать, да, может быть сказать, что вы демонстрируете какую-то доминирующую позицию, может быть, было не совсем верно, но вы ведете себя, как родитель. Понимаете, в чем, вот, в чем проблема, она, вот, что из человека, она чувствует себя с вами ребенком, вот. Может быть, это из-за того, что вы ему помогали, вы, там, привыкли помогать, стали помогать уже тогда, когда, когда эта помощь, в принципе, была, в принципе, наверное, уже ему не нужна. Может быть, дело немножко вообще в другом, в том, что вы, в принципе, выбрали себе такого человека, который должен бы от вас зависеть, потому что так вот, ну, вы можете все контролировать. И сейчас вы вроде как и говорите, что, ну, мне не нравится, как обстоят дела, но мужчина-то ваш, вы же его выбрали. И, получается, вы выбрали то, что подсказанно вам ближе, вам нравилось жалеть, нравилось, нравилось помогать. Вот, вы это делали, на что ты надеешься, вот. Понимаете? То есть, тут вот есть какая-то, на мой взгляд, да, вот, неосознанность, что ли. То есть, вот, то, что я делаю, то, что я делаю, это вообще вот то, что я хочу делать, да, или, там, например, это все-таки, ну, не совсем, да, допустим. Вот, может быть, это все-таки, ну, немножко, не совсем, как бы, то, что вот мне, там, нужно, грубо говоря, вот. Но факт остается фактом в том, что то, что вы видите в человеке, именно, вот, именно ребенка, и ведете себя с ним, как родить родителям. Я думаю, это следствие каких-то предыдущих, может быть, негативных отношений, я думаю, что это следствие предыдущих, предыдущего опыта, ну, вашего опыта. Ну, в отношениях, я так думаю, это так вот мне кажется. А если это так, если это правда, то тут предыдущий опыт взаимодействия с мужчиной, который, наверное, является отцом вашего ребенка. Сегодня необходимо проработать, чтобы он не влиял. Вот, ибо сейчас он влияет, ну, влияет достаточно, достаточно сильно. Вот, как бы, поэтому мне видится история, мне видится момент, здесь именно вот таким, то есть, ну, мне видится аспект, такие вот, вот, чтобы вы все-таки развели себя, ну, так, как для вас, может быть, более естественно, оно так, как вот вынуждает ситуацию, да. Следующий момент. Должна ли женщина платить? Да, все, на самом деле здесь проще. Вопрос в ценностях, если для какой-то женщины не проблема заплатить, для какой-то женщины проблема заплатить. Вопрос в ценностях и вопрос в том, значит, ну, условно говоря, готовы ли вы ценности, ну, готовы ли вы свои ценности защищать? Готовы ли вы делать что-то, чтобы, ну, чтобы ваши ценности были защищены? Вот. Готовы ли вы что-то делать, чтобы ваши представления о том, там, грубо говоря, как вот все должно быть, да? Ну, я бы сказал, ну, наверное, вот, как-то так, примерно. То есть я бы сказал, вот, наверное, ну, в таком ключе, я бы что-то. Я бы, я бы, да. Что делать? А, так, ну, так получается, что вы, по сути, демонстрируете, там, ценности одни, да, грубо говоря. Вот, вы демонстрируете одни ценности, а потом получается, что ценности у вас несколько другие, и вы надеетесь, что человек будет вести себя по-другому. Ну, собственно, вопрос, который вам можно задать, а, ну, как бы, какие основания у человека вести себя по-другому? Да, да, ну, просто, какие, какие основания у человека вести себя по-другому, если вы, видимо, помогаете? Вот. К этому привыкают, привыкают довольно быстро. Я думаю, что, хоть вы это отрицаете, но я думаю, что идея здесь в том, на мой взгляд, чтобы мужчина был от вас зависим. Вот. Я так думал, по крайней мере. Вот. Чтобы мужчина был от вас зависим, чтобы человек, значит, вас нуждался, вот, и вы тем самым хотите его... Значит, к себе привязать. Вот. Я так думаю, я так вот думаю. Я не берусь утверждать это наверняка, но вот мне так, так мне видится, так мне кажется. Дальше идём. Вы пишите, что два года назад залил пролюбов так, что я вышел за него. Но, знаете, здесь вы прикладываете, на мой взгляд, ответственность, потому что залить пролюбов можно только тому, кто хочет, чтобы ему пролюбовь залили. Я плакал, что вы этого вероятнее всего этого хотели. То есть вам, ну, вам это было, вам это нужно было. Вот. Вы хотели любви, любви. Ну, вот. И, соответственно, мужчина, он просто дал вам то, чего вы хотели, то, что вы нуждались, по сути. Вот. Вот. Но выйти за него, это был ваш выбор. Знаете, все, в чем штука-то обмана. Вот. Это ваш выбор, ваш выбор выйти за него. И вы, если вы за него совершенно очевидны, с какой-то целью определённой. То есть вы выходили за него, чтобы, чтобы что. Вот. Вот. Тот вопрос, на который вам нужно ответить. Выходя замуж за этого человека, чего вы ожидали и на что, собственно, вы рассчитывали. Это очень важный момент, кстати говоря. Ну, и какие у вас чувства к нему, тоже не совсем ясно. Дальше он из другой страны из Албании. Приезжала в Россию, сделала документы на свои деньги, платила за дом и еду, пока он не станет на ноги. Но, опять же, понимаете, здесь очень тонкий лёд. Да. Ты к помощи привыкаешь, если между людьми нет такого контакта, понимающего. Если между людьми нет партнёрства, границы которого постирается в соответствии с ценностями каждого, вот. То всегда возникают проблемы интерпретации, проблемы понимания друг друга и так далее. Вот. Дальше. Решила помочь ему. Денег было немного. Квартира экономит. Да, простая. Парень стал работать за 5-12 тысяч. Но эти деньги продолжал делать себе документы. Сейчас я прекратила ему помогать. Поставила условия, что еду он себе покупает сам и еду тоже. А что вас смотивировало? Прекратить помогать. Это довольно такой, я бы сказал, жёсткий момент. Ну, в смысле. В смысле, это не какая-то постепенная история. Вот. Это именно довольно резкая история. Понимаете? Вот. И как бы что вас мотивировало? То есть вот вы помогали, 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 помогали человеку, а потом вам что резко, резко надоело помогать или как? То есть вот не совсем здесь понятно. Вот. Вы договаривались о каких-то рамках помощи или опять же как? Дальше. Я не хочу. Так. Сейчас я прекратила. Так. Не терпит. А в следующем месте не хочу делать из него бабу или Альфонса. А что изменилось? Эм. Кстати. Эм. Вы его не делали, он таким же был. Когда мы заходим в магазин и не покупаем ничего. А должны покупать, как вы сами считаете? Кроме всего прочего я мать. Одиночка с сыном никто не предлагает вообще. Эм. Понимаете. Люди, которые, эм. Значит. Так вот скажем. Привыкли. Да. Спра... Справляться. Эм. Со многими вещами. Сами. Да. Вот. Эти люди, эм. Ну во-первых имеют, как правило, проблемы с личными границами. Да. То есть либо я тебя полностью отдалкиваю, либо я тебя собирахстворяю. Вот. Не умеют быть слабым. Стыдяться. Стыдяться. Слабостью. Вот. Ну и склонны к либо ответственности по отношению к другим, без ответственности по отношению к себе, с последующим наказанием в виде полного отлучения от тела в кавычках человека. Эм. Так. Эм. Вчера мне сказал, ты моя жена должна платить за меня. Ну. Это его позиция. А какая позиция ваша? Ты зарабатываешь хорошо. Это купила себе дыхеты. Что лучше меня? Ты трачу деньги на что? Это люксовая косметика. Я почитал сколько это стоит. Мне, нам, съесть. Мне нужна машина. Купи машину. Если тебе нужна семья, это ты меня любишь. Это манипуляция. Это манипуляция. И проблемы с самооценкой вашего мужчины. Но, повторюсь, дело не в этом. Дело в том, что вы сами в эту ситуацию попали. И от того, что вы сейчас поймёте манипулирование это вам или нет, вас это не изменит. И может изменить вас только терапия. Только психотерапия может помочь. Дальше. Так. Если нет, продолжаю я покупать себе шпатку. Я ухожу. Я больше не буду работать на документы. Я буду тратить деньги, так как я хочу. Ну, это, повторюсь, это либо манипуляция, либо психологические проблемы с человеком. У меня от тебя мало подарков. Почти нет одежды. Только куртка. А вот это уже более материалистично. История, как бы, любви. Да? То есть, вот это вот то, что он вам, как вы ранее говорили, если бы заливал правую любовь, да? Так, ну, ну, залил правую любовь. Вот. А если вы говорите, что он вам залил правую любовь, то вот она, это самая любовь, как раз, к сожалению, и есть. Такая вот материалистичная, что человек считает те вещи, которые вы ему подарили. Опять, это связано, может быть, с менталитетом и самооценкой. Так, я, так, социальный купил себе я сам на свои жалкие 12 тысяч. Ну, вот на свои жалкие 12 тысяч, это про обесценивание. Так. Я не драчу много надежды. Души у меня, так, троплаконов, у меня не работают много, когда я скажу, что это чувство, касаю, 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 так, здесь вы не уверены в себе, у вас есть чувство вины и, соответственно, вы обрадуете. С чувством вины можно поработать, оно вам будет, оно вам мешает. Дальше. Хотя всегда помогаем, но тем самым, но только самое необходимое, так как от вас будет, чтобы была моя поддержка, а не наоборот. Ну, здесь, как бы, есть проблема. С одной стороны, вы в поддержке нуждаетесь. И все причинами нужды в поддержке нужно работать. Во-вторых, насколько вы готовы нуждаться в поддержке, и чем готовы платить за поддержку, я говорю сейчас не про деньги. Это первое. Второе. Мне кажется странно помогать и поддерживать того, от кого вы сделаете поддержку в будущем. Когда вы помогаете, вы создаете впечатление сильного человека, а самое главное впечатление, что вы никуда не денетесь. Мужчина знает, что вы никуда не ведете. Мужчина уверен, что вы никуда не денетесь, пока вы для него делаете все. Близь ленталитет. То есть, как бы, обесценивающий. Так, последний раз просил мне на телефон тысяч рублей. Я сказал, нет, неприятен факт того, что он не хорошо клянче деньги. Он ведет себя с вами как ребенок, потому что именно дети клянчат деньги. И ведет он себя с вами только потому, что вы ведете себя как родители, а не как женщины, которые хочется завоевывать, за которые хочется ухаживать, за которые хочется беречь. Два года помощи и никакой благодарности. Но, опять же, для чего вы помогали? Для благодарности? То есть, от инвестиций, это так не работало. Тогда он играл мне в золотые цирки и продал их купить. Купил себе телефон. И вы его простили? Тогда у меня проблемы с самооценкой и, наверное, страху остаться одной, страх одиночества, либо страх быть брошенным. Действительно, я зашел лопат. Нет, он не был такой. Но вы просто усилили его тенденции. То есть, вы идеально ему подошли. И проблема в том, что вы не зашали. Вы, как бы, не отвечаете за свои собственные желания. А в меню действительно дешевле жить в моем КЗП, идя своими стервозными принципами. Как должен поступить на машине, т.д. и т.п. Я не очень понял ваш вопрос. Но люди такие, какие они есть. И у вас есть свои представления, и у него. Ладно, чтобы это было честно и искренне. А не так, как у вас. Меня мучает совесть. Мне жалко его на друга. Так, совесть это чувство вины. Сейчас мы с вами поработаем. Поработать можно. Продолжение, я уже говорил. Вот. Если бы я был его вместе, я бы не просил бы этим. Бля, не требовало. А в таком тоне любишь купить. Правильно видите, вы уже говорите своими ценностями. А у него не такие ценности. И вопрос в том, готовы ли вы его с такими ценностями, как у него принять. Немного опарни, чтобы не зашли меня задор. Очень заботливый. Ну, как бы, если бы он был не заботливым. Что бы вы делали? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.